Слушаться голоса, то есть глаза, Господа Бога Твоего. Вторая Закония 28. Вторая Закония 28. А гласе, там и в римлянах тоже есть. Глаз, если будешь слушаться глаза, то есть голос. Очень важно, чтобы мы слышали голос Господа Бога. Богослужение реки, аллилуйя, аминь. Именно лично. Потом вы же сейчас сказали, Господь вам сказал, один день пост, да, держать? Да. Потому что сила молитвы, это в посте и молитва. Вот пост и молитва обязательно. Рыза. Рыза. Как израильский народ 40 лет ходил по пустыне? Шунда Юра Сенарата. Ага, полностью бах шла к нас, не заходила. После ее птики, а то есть, я бы не перебила. Нет, нет, наоборот, это то, что, да, необходимо. Дополняем, чтобы создалась полная картина того, что Господь хочет говорить сегодня. Первое послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стих. Первое послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стих. Итак, житница, это мы. Зерно, это его истинное слово, откровение. Шелуха, это все, что мы получаем со стороны, и то, что хотим передавать, это шелуха, грязь, ему это не нужно. Я понимаю, что в последнее время очень много встречаю людей, говорят, ой, я пробую такой скачал с интернета, завтра буду проповедовать. О, завтра можно не приходить на собрание. Серьезно, лучше избегать даже таких мест, а ты будешь засорен потом на слух, что своего непримечника, да. 8 глава, с 1 по 3 стих. Об удаложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. О, еще сколько знаний мы имеем. Но что делает знание? Но знание надмевает, а любовь назидает. Слово надмение и слово гордость синонима. А Бог гордым? Противец есть. Я, знаете, в церквях, во многих церквях-то бывал, и когда слышу вот этих христиан, которые знанием обладают, знаете, я головастиками называю, у них большие головы, они все видели, мы это пробовать уже слышали, а мы об этом уже знаем. И он головастик, у него вот так голова большая и маленькое тело, то есть он ничего не слушает. Рахитики. Рахитики, да, вот голова вот такая. Духовные раки, это болезнь, это ненормально, это нехорошо, это в церкви вообще не должно быть так. Потому что знание, что делает? Оно надмевает, оно делает человека гордым. А Бог гордым противится. И представьте, такой надменный человек, который наслушался и даже Богу потом проповедует. Я в молитвах слышал, кто-то молится и начинает Богу рассказывать о том, что когда-то было. Ему это не надо, он в этом участвовал. Ему не надо в этом рассказывать, он не забыл этого. А что назидает на самом деле? Строен. Любовь. Вот о чем мне было сказано, что когда человек получает откровение в этом месте, откровение, вместе с этим к нему приходит истинная Божья любовь. Он может это передать не с высока, как, знаете, когда просто знание человек имеет, просто знание где-то услышал, и он начинает как-то говорить, все, это что-то неправильное, что-то не созидает ничего. Он просто ходит и надмивается. Любовь назидает. То есть, и тоже у нас было слово, что мы к Богу должны прийти, и не так, ой, я обязана помолиться или прочитать Библию, а с любовью. С любовью, да. Потому что он есть любовь. Соскучиться прям, бежать к нему. Да. Там, знаете, в книге Откровения одной из церквей Иисус упрекал, кто-то говорит, пророчество не упрекает. Иисус упрекал, ты оставил свою первую любовь. Ты забыл, как меня любил. Да. Ты стал какой-то, не так, вернись, покайся, он даже ему сказал. Да. Потому что иногда современные церкви, знаете, не любят это слово покаяние, как вот, кого люблю, того наказываю. Иисус, Откровение 3 глава 19 стих, кого люблю, того наказываю, обличай, наказывай. Да. То есть, если тебе не обличают, ну, если все правильно, не надо обличать. Но если у тебя что-то неправильное, и Бог тебя обличает через пророка, через служителя какого-то, это хорошо, это он тебя любит. Хотя наказание, так говорится, наставляет. Наставляет? Наставляет? Никто ничего не знает. Сколько ты бы проповедей не слушал, если тебе не пришло личное откровение от Бога, ты ничего не знаешь. Или знаешь вообще не так, как на самом деле нужно знать. Только Откровение дает истинное понимание всех вещей.